Добрый день, дорогие друзья! С нами на связи Георгий Александрович Сатаров, президент Фонда прикладных политических исследований INDEM. Добрый день, Георгий Александрович! Добрый день! Георгий Александрович, ну с вашего позволения процитирую пару изданий зарубежных и попрошу вашего комментария. Британское издание Daily Mail показало на карте объекты недвижимости в Лондоне, которые принадлежат российским олигархам. Накануне в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках новых санкций против Российской Федерации. В Кремле охарактеризовали подобные планы как неприкрытую атаку на бизнес. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это очень тревожное заявление из Лондона. За несколько дней до этого США и союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту в России Владимиру Путину, против которых могут ввести санкции из-за ситуации вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в США. Далее цитата «Лица, которых мы указали, принадлежат или приближены к внутреннему кругу Кремля и играют роль в принятии государственных решений или, по крайней мере, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», утверждает источник в правительстве США. Вопрос, Георгий Александрович. Кремлевская машина по экспорту коррупции дала сбой представителей Запада, назовем их так. Они уже не готовы продавать свою лояльность? Ну, надо сказать, что по тому, что известно мне, ну, не так уж много людей на Западе продается. Я имею в виду, именно Россия продается друг другу, они продаются нормально, постоянно, много столетий уже. Тут достаточно вспомнить Толерана как образец, конечно, продаж, который продавался и России, и Австрии, и так далее, придавал Наполеона по полной программе. И аналогичные примеры можно найти и в окружении, там, русских царей из династии Романовых и так далее. Ну, вот. Поэтому тут абсолютно ничего нового и специфического. Но часто эта продажа бьет по репутации, особенно в профессиональных кругах. И, в общем, как бы здесь они вынуждены сопоставлять возможное приобретение с возможными потерями. И это ограничивает, конечно, вот это... Репутация имеется в виду западных политиков. Да, конечно, политиков продаются же не только политики, продаются эксперты. И покупаются с нашей стороны нормальные дела, обычные. Вот. Поэтому тут... Я бы не сказал, что это большой рынок. Это первое. Второе. Это нельзя назвать экспортом коррупции. В принципе, экспорт коррупции явление распространенное, исторически. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, примерно тогда, когда начинались масштабные колониальные завоевания на Востоке, начинался экспорт коррупции. Хотя иногда она и в те времена возникала, скажем, где-нибудь на Филиппинах или в Индии. Возникала естественным путем, когда чиновники не получали вознаграждения, а им предоставляли возможности кормления. Точно так же, как это было в России, например. Это тоже... Кормление это не только российское. А сейчас кормления нет, Георгий Александрович? Как вы оцениваете вообще? Вот вертикаль выстроенную. У нас в России есть кормление. Да, конечно. Конечно, есть кормление. Да, бесспорно совершенно. Вот. Другое дело, что, так сказать, как бы свобода кормления не одинаково. Вот. Есть, ну, так скажем, свои. Там, ради бога. Есть, ну, так сказать, не очень свои. И тут можно погореть. На сухом пайке некоторые сидят, да? А у некоторых масло не сыграет. Нет, некоторые просто сидят. Ах, некоторые, ну да. Ну да, вот. А некоторые, да, относительно сухом пайке. Вот. Поэтому здесь, ну, в каком-то смысле это было. И, опять же, и при Романовых тут тоже, в общем, еще нового такая. Ну, то, что в знаменитом проекте вот на прошлой неделе Министерство культуры называлось «Искодные русские традиции». Передаются из поколения в поколение. Ну, вот то, что мы сейчас обсуждаем. Это одна из традиций, которая передается из поколения в поколение. Вот. Но экспорт коррупции стал развиваться и действительно становиться экспортом уже где-то в 19 веке. Начал еще больше расцветать в 20-м. И некоторые передовые страны начали это ограничивать. Например, США стали первой страной на земном шаре, которые ввели у себя закон, запрещающий своему бизнесу заниматься коррупцией в странах, куда они приходят. За это наказание. Это не просто моральное требование. Да, там все как положено. Вот. Потихоньку это начали перенимать в Европе, Германии. Насколько я помню, это запретил еще кто-то. Вот. Наши особо не стесняются. Здесь, естественно, никому в голову не приходят вводить такие ограничения для своего бизнеса за рубежом. Ну, понятно, что внутри страны сколько угодно, но и за рубежом тоже. Вот. Ну, вот так примерно. В случае, если все-таки Запад примет решение ограничить аппетиты наших олигархов за рубежом, а как могут отреагировать наши олигархи? К какому вопросу подвожу? Готовы ли они помочь с транзитом? Я понял, понял, да. Я думаю, что такого рода крамольные мысли там бродят уже давно. Ну, в общем, там же есть весьма неглупые люди. Среди них, мне так кажется, может быть, я, конечно, взросленно ошибаюсь, но, так сказать, я небольшой их знаток и не вхожу в этот круг, естественно, ни в каком виде. Но они не производят впечатления дебилов, в принципе. Хотя их впечатлений у меня тоже немного. И они должны понимать существо проблем, которые на нас накатываются. В общем, для этого не нужно быть семи пядей во лбу и не обязательно заканчивать Кембридж. И защищать там докторскую степень по политологии или по каким-нибудь другим наукам. Вот. Поэтому я бы не считал, что эти санкции могут что-то там возбудить и породить. Но теоретически интенсификация, так сказать, попробовать применить такой сценарий, конечно, возможно. Безусловно. Понимают ли гарант Конституции подобные риски? Я думаю, понимает. Потому что он очень внимателен, придирчиво внимателен к историческому опыту советскому, российскому и так далее. Ему, конечно, прекрасно известно, что Горбачеву предало ближайшее окружение в свое время. Вот. И поэтому он понимает свои проблемы. Но, с другой стороны, видите ли, тут фишка какая. Очень тяжелая для него. Ну, и покасательная для всех нас. Дело в том, что он ведь находится от них, от своего окружения, не в меньшей зависимости, чем они от него. И он это понимает. Допустим, там какая-то попытка резкой смены окружения. Ну, практически нереальная. Вот. То есть, ну, я бы так сказал. В общем, у него ситуация не сахар. Не сахар. Такая тупиковая, да, в какой-то степени получается. Сочувствую, да, цуксванька. Какие бы действия он не предпринимал. В связи с этим, Георгий Александрович, превентивные меры со стороны гаранта. Вот, допустим, у него есть подозрение. К чему вот подвожу. То, что рейтинги падают, с одной стороны. С другой стороны, есть определенные риски. Вот о чем мы только что сказали. И нанести пару превентивных ударов, посадить еще парочку олигархов. Так, и всем хорошо станет. И страхи уйдут, и рейтинг поднимется. Я думаю, что это не в его стиле. Он очень, очень осторожный, на самом деле, человек. Особенно вот внутри страны. Я могу вам сказать такой, рассказать такой пример. В нулевом году очень... Он уже был президентом, уже там сидели его люди. И мне там по каким-то делам нужно было поговорить с одним ископоставленным чиновником. Ну, заместителем руководителя администрации. Мы поговорили по тем делам, которые интересовали меня. Потом он меня спросил, как вы относитесь к отмене выборов губернаторов. На что я сказал... Нулевой год. Ну, вообще-то старт всего практически. Совершенно верно. Нулевой год. И на что я сказал... Так когда мы сейчас в НАТО стремились, да, и играли в демократию, как бы. Конечно, конечно. И на что я сказал, что абсолютно несущественно, как я к этому отношусь, потому что это противоречит такой-то статье Конституции. Но то, что потом произошло после Беслана, да, об этом задумывались еще в нулевом году и действовали предельно осторожно. Только когда подвернулась вот эта ситуация, которую можно было списать. В общем, на терроризм можно было списать все, что угодно. В том числе, там, я не знаю, отказ от того, чтобы ездить на личных автомобилях вообще, в принципе, гражданам. А вдруг там будут взрывать автомобили. А граждан жалко. Вот. Любую глупость. Ну, значит, списали отмену губернаторов на это дело. Вот. Поэтому он, осторожность для него такая органичная черта поведения. И, конечно, он будет размышлять о том, что если он там накажет парочку из своих, то что же потом подумают другие? И на что они могут пойти? Нет. И это проблема для него, да. Когда ты лишаешься возможности находиться с людьми в правовых отношениях, а находишься в отношениях, так сказать, за пределами права, если угодно, то это ловушка. А что посоветовать можно в такой ситуации, Герой Александрович? Посоветовать можно только тем, кто придет на смену. Не попадать в такие ситуации. А, значит, если у вас есть подчиненные, то находитесь с ними, пожалуйста, в отношениях, предусмотренных правом. Вот и все. Герой Александрович, вот по поводу нового человека. Ну, рано или поздно, наверное, что это произойдет, в конце концов, да? Ну, да. Хотя бы по биологическим причинам, да. С чего начать? У нас Россия без коррупции вообще не едет. А, значит, коррупцию нельзя отменить одномоментно. Это очень тяжелая проблема. И можно об этом поговорить, но для этого нам... Мы не уместимся в отведенный нам нынче регламент. Вот. Но нет, там-то ясно, с чего надо начинать. Есть... Я думаю, что наверняка уже там в нескольких гнездах информационных подготовили список законов, которые надо как бы одномоментно сходу отменять, это ничему не повредит, а только очистит атмосферу. Ну, как, значит, открыть форточку в помещении, в котором гадонами не проветривалось, да? Это что, опасно? Вот это примерно... Простудиться можно, Георгий Александрович, организм на ней готов. Нет, не надо сквозняка устраивать, вот, но проветрить можно. Вот. Ну, хорошо, вышли из комнаты, открыли, запустили сквозняк, быстрее проветриться. Вот. И понятно, что, ну, я бы сказал так, на самом деле, что делать по уму и, главное, как делать и с какого конца заходить, более-менее понятно. Но это серьезный большой разговор. Ну, например, значит, одна из наших ошибок исторических последних сорока лет состояла в том, что демократию начали строить сверху, а ее надо строить снизу. Начинать и давать ей расти снизу. Даже попыток не было снизу ее вырастить? Нет, почему? Были попытки муниципальной полиции, но они были фантастически уникально непродуманные, и это превращалось, черти знают, во что. Но надо сказать, что весь тот негативный опыт был, и те 20 лет непустого сидения людей в общественных организациях на своих местах приводили к серьезным размышлениям и довольно приличным разработкам по поводу того, что делать. Вот такого состояния неготовности, как было в 91-м, сейчас абсолютно точно нет. Георгий Александрович, а по Вашим оценкам, если мы возьмем временную шкалу, сколько времени займет? Вот сейчас мы в пике находимся, мы падаем все ниже и ниже и ниже, потом в итоге, наверное, мы достигнем какого-то дна. Когда должен начаться взлет? Ну, с учетом всего того, что наворотили просто вот за эти 20 лет. Это что, еще три поколения смениться должно? Да нет, конечно. Зачем? Я напомню, что уже без всякой смены поколений российские граждане, как только появилось новое законодательство о судах, бросились напрополую судиться с работодателями, с властями. То, что раньше было абсолютно невозможно при советах, вовсю бросились. И судьи с кайфом присуждали им победы. И над работодателями, и над этой властью. Вот. Главное же, не что присуждали судьи, а эти граждане, которых 70 лет приучали, что нужно идти в портком, в местком, правком, они ринулись в суды. Никакой смены поколений. Это дайте людям возможность. В общем, судебная реформа сначала. Нет, тут даже дело не в судебной реформе, а просто в исполнении этих законов и в обновлении. Ну, оно в любом случае происходит, обновление поколений, тут уже никуда не денешься. Те, кто стали адвокатами за последние 15 лет, вполне приличные кандидаты в суде. А их довольно много. Напекли их черти сколько. Слушайте, ну сколько законов напринимали дурацких, простите за это слово. Да, их одним законом можно из трех статей отменить. 200 законов. Да. Как говорят, вообще было 100, а сейчас уже к 200 подбираемся. Принтер же печатает. Абсолютно идиотских, абсолютно бесполезных и абсолютно безвредных, кроме как проветривания, хорошего проветривания помещения при их отмене. Ну, энтузиазм какой будет. Ну, естественно, вместе с отменами их, последствия их использования этих законов, да. То есть, грубо говоря, если отменяется закон об иноагентах, то отменяется это звание там и все вытекающее из него. Ну, парламент же новый нужен получается. Это понятно, что для этого нужно другой закон о выборах, другой состав. Но я могу вам сказать, что нынешний, при определенной ситуации нынешний состав парламента примет за милую душу всю эту отмену. Вячеслав Викторович Володин, вы считаете, примет. Да, он в первую очередь будет выступать с трибуны и объяснять, как это здорово, как это оздоровит нашу жизнь и общественную, и политическую, и нравственную, и так далее, и так далее. Вы знаете, я даже представить такого не могу, честно. Господи, они привыкли быть марионетками, о чем вы? Там же нету содержания. Это надевается на руку, и он голосует так, как нужно, и говорит то, что нужно. А, ну если в этом ключе. Тогда очень важно, какая рука будет, Георгий Александрович. Это я сказал при определенных обстоятельствах. Потому что рука-то может унаследовать некоторые принципы. Естественно, естественно, естественно. Георгий Александрович, не могу не спросить. Вот у нас все военная тематика, это все обострение с Западом, кстати, из-за чего у нас и такие сигналы пошли из-за рубежа по поводу санкций. Георгий Александрович, на Ваш взгляд, какие основные или какая основная причина, почему эта ситуация бесконечно муссируется, почему она возникла и нагнетается конфликт с Украиной? Значит, понты обычные, они имеют... Мне приходилось общаться по жизни со шпаной, вот. И я более-менее знаю повадки. Они обычно имеют тенденцию девальвироваться, если они не производят нужного впечатления на нужного адресата. значит, ты понтерничаешь, а ему плевать. Значит, ты начинаешь там доставать ножички и им поигрывать, а ему плевать. Он смотрит на тебя там и сплевывает семечки, когда этого... Тогда ты начинаешь рвать на себе рубаху и кричать, держите меня семеро, у тебя пена изо рта, а ему плевать. Вот в этой ситуации находится российская власть. В ситуации пытаться решать свои проблемы понтами, но без всякой серьезной реакции. И идет девальвация этого дела, и стало быть, наращиваются эти самые понты. Естественный эволюционный процесс. Каким-то серьезным действием, вот те, которые раскидываются этими так называемыми понтами, они смогут перейти? Ну, никогда не говори никогда, это известно, но с моей точки зрения это крайне маловероятно. То мы ДНР признаем, то мы хотим туда летальное оружие отправить, то еще что-то. Это все сродни этим просто эмоциональным высказываниям или от слов все-таки они могут перейти к делу? Обратите внимание, что они уже не говорят об этом серьезном вторжении с трех направлений колоннами танков. Танки уже не будут водить, потому что слишком эти английские эти штуки, которые туда поставили, как-то не шибко погонишь туда танкистов, они пошлют тебя, к черту твою мать, или иди сам скажешь. Ну, вот. Поэтому, значит, там поставить какое-нибудь оружие этим бандитам, ну, теоретически исключать этого нельзя, но я не думаю, что в нынешних условиях они, в принципе, готовы идти на серьезное обострение. Они будут искать решения в телевизоре, как обычно, они пойдут на переговоры по тем пунктам, которые они уже названы несерьезными, Лавровым. Потом, правда, он сказал, что Соединенные Штаты готовы к серьезным переговорам. Но, правда, по второстепенным вопросам. Второстепенные вопросы – это те, которые не подлежат обсуждению, в принципе. Вы либо их принимаете, либо нет. Ну, по нашей, так сказать, как бы внешнеполитической риторике, хотя к внешнеполитике это не имеет никакого отношения, это чистые понты. Вот. И, ну, не знаю, как они... Они будут выдавать свое поражение за свою победу, потому что то, что предлагают, и то, что, в общем, очевидно и ясно, нужно было сразу сначала, с самого начала этим заниматься, то, что предлагают Штаты, это вполне разумные вещи. Это то, что уже делалось Штатами и Советским Союзом 40 лет назад, ну, сколько там, 35 лет назад. Вот. А нет ли ощущения того, что Путин достиг цели, его заметили, его увидели, и он как бы успокаивается? Или это все-таки влияние ответных? А, Россия, Россия по-прежнему не самое главное, как это было раньше для них. Ну, Китай, это серьезно. Ну, Россия, ну, как, ну, там, рвет он на себе тельняшку и плюется пеной, которая идет изо рта, ну, значит, ну, как-то надо парня успокоить. И вот и вся политика их по отношению к нам. Спасибо большое. С нами на связи был Георгий Александрович Сатаров, президент Фонда прикладных политических исследований НДМ. Георгий Александрович, если вы позволите, мы в следующий выпуск немножко поговорим о том, что же делать Россия, что же делать новому руководству, чтобы выйти из коррупционной петли вот этой. Хорошо. Хорошо. Хорошо.